Я уже забыла, что я говорила в предыдущем дубле. Всем привет из моего нового видеоблога! Как вы уже, наверное, догадались по названию, он посвящен культурным событиям июня в Архангельске. Я думала, что мне будет не хватать материала, но я уже намонтировала почти три часа. Надеюсь, конечная длина видео не испугает вас, и вам будет интересно это всё смотреть. Поэтому, быстренько, что внутри? Во-первых, это уличный концерт закрытия театрального сезона Архангельского театра драмы, концерт «Все свои». Во-вторых, это спектакль «Прощение с бумагой» драматурга Евгения Гришковца. Забыла упомянуть, что между этими мероприятиями прошла открытая лекция научного редактора подстала «Антропогенез.ру», эксперта общественного движения «Сообщество молодых учёных» и кандидата биологических наук Станислава Дробышевского. И два самых больших события, на которые я и делала ставку, задумывая это видео. Это фестиваль уличных театров. Насколько я знаю, в Архангельске он проходит уже много-много лет, но я вот на нём побывала только в этом году. И второй фестиваль – это фестиваль новой культуры «Белый июнь». Относительно молодой для Архангельска фестиваль. Здесь будет всё – книги, музыка, кино, актёры, певцы, музыканты. Я буду с одного фестиваля перебегать на другое, всё это вам показывать. Поэтому без интриги. Погнали! Ну чё, ребят, всем привет! Сегодня я тестирую, значит, свой стабилизатор. Я иду на концерт Архангельского драмтеатра «Все свои». Надеюсь показать какие-нибудь интересные кадры. Увидимся на концерте! Именно 18 июня, 320 лет назад, в городе Архангельске состоялось первое театральное публичное выступление. Но и это ещё не всё. Также сегодня закрытие юбилейного 90-го театрального сезона Архангельского театра драмы. Ура! Ну что, не будем задерживать, перейдём к первому человеку. Номер-1 в нашем сегодняшнем концерте. Конечно же, главный человек в нашем театре. Ирингер Сергей Александрович Савонов! Большое спасибо, что в этот знаменательный день вы с нами, и мы чувствуем пульс города, и чувствуем, что город вместе с театром. Нам это очень важно. Большое вам спасибо! Я хотел бы ветром быть и над землёй лететь в солнцу в снегах. Я хотел бы ветром быть и сны о нём смотреть в сны в облаках. Но ты сказала мне это мечты, и ничего в них нет. Вот и всё, что сказала мне ты, а я хочу, как ветер петь, и над землёй лететь. Но так высока и так близка дорога в облаках. Человек и кошка, лакомат, желтую окошко, Сеный тон, где каплет, прям как стекло. Человек и кошка, лакомат, желтую окошко, Человек и кошка, лакомат, желтую окошко, Человек немножко, а расширка в прямом И я наступил, эй, я снялся Люди встречаются, люди помогают, заживаются Где не везёт в этом так, что в мостах и так Вот, наконец, вчера вечера встретил я девушку Там, где тревожно звучат поезда В свой вагон зашла она, улыбнулась из окна Более стронула я вслед, лишь рукой помахал ей в окне Розили из себя одежды дружной зимы Режали спать я новой красной весны Синим мы деревья снова, ночь коротка Дальняя царя, разбуди меня Ты беги, беги на меня, где все края Я буду ждать тебя Понят зашла, ночь коротка sealed wed virus, sinnы для всех Он пока без нас Синим мы, свидуй на меня Синим мы, свидетель в convincing Синим мы, сидим мы сделаем Синим, в чьем, сне,care Синим мы, стэм,anos и дай Синим мы,areth Синим мы, дж fueron д onda aquí Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты стоишь и не ждешь Ты намокла, я на воде Друг твой не пришел Друг твой самый лучший Друг твой не пришел Друг твой не пришел На небе тучи Да и на небе тучи Друг твой не пришел 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 Когда я задумал своих кукол, я не мечтал о славе и деньгах. Нет, в то время все было как-то по-другому. Иные, что ли, качества ценились в человеке. Больше было людей, одержимых высокими идеями, служением человечеству, допустим. Романтиков неисправимых было больше. Мы были... Ну как это? Ну этот, шотландский поэт. Роберт Бернс. Мы были нищими, счастливыми. Я был один из них. Не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я умываю и время несет меня, страя поправь. С берега, берегу сот, мы вон ими, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь знай, небо берега, да небо прощай. Поправь. 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 Нажать кнопочку И у нас будет первый победитель Итак У кого номер 390? Бегите сюда 318 368 423 389 270 И еще один приз Это книга В этом году у нас юбилей отметил Наш главный режиссер Андрей Николаевич Тимошенко Юбилей отметил Андрей Николаевич Тимошенко Да, вот, 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 да И мы вместе с ним Вот издали книгу В которой в диалогах рассказали О главных спектаклях Которые развивали этот театр В течение последних 10 лет И сейчас эта книга Достанется Кому-то Годовой абонемент, по сути дела Ну, по сути дела Мы говорим о том, что это кресло Которое закреплено за одним человеком И человек сможет посещать все мероприятия Которые проводит именно театр драмы Спектакли Или мы кого-то привозим И вот человек просто будет приходить И садиться в это кресло Понимая, что это его именное место На весь театральный сезон 91-й Здорово? Да! Хватит нагнетать Сейчас будет один щелчок Случайное число от Карины И от генератора случайных чисел 465 Все, ребята, убегаю Вообще нет времени Я думаю, что я еще успеваю на лекцию По антропологии Так что бежим, бежим, бежим туда Получится осталось Ноги уже устали Все, все, все получили Все выиграли Я как обыдь аллох Но я на что не рассчитывала Конечно, все эти люди на лекцию Или куда Зачем восхищение этих главных корпусов? Как вы думаете? Зачем восхищение этих главных корпусов? Все, кто хотел сидеть комфортно Мне пришли кашу раньше Первые зрители подходили уже в 5 штатах И думали бы в 5 штатах Да, я так Итак, уважаемые дамы и господа Очень приятно видеть вас всех В этот воскресный день В спинах университета И мы очень рады представить вам сегодня Нашего гостя Станислава Владимировича Драбашевского Популяризатора науки Антрополога Доцента кафедры антропологии Московского государственного университета И очень надеемся Что время, которое вы сегодня Проведете вместе с ним Будет с пользой потрачено время И у вас будет возможность Не только послушать, но и задать вопросы Когда мы были еще обезьянами И бегали по веткам В состоянии проконсулов Четвероногих обезьян Которые еще не умели поддержку на ветях И жили в том тропическом злевом лесу То мы жили в Эдемских футболках практически всем Нам было хорошо Потому что в это время Вокруг нас росли пустые тропические леса А теперь нас ничего не толкает на следующий уровень И будет ли он? Честно говоря, большой-большой вопрос Поэтому мы с одной стороны Построили себе такие Эдемский город В частности Архангельский Я думаю, вам не плохо это заживется Прям помирающих я тут не наблюдаю в данный момент Чтобы там прямо в Крисмасе были Вот, значит, не так все плохо А вас не заедают там ни орлы, ни соблюзовые дигры Ни гиены, ни кто другой За вами не гоняют там злые парианы И не будет, да? Это непонятно Мы теперь вершина всех А вот эти все вершины Они, как мы говорили, все выбирают На самом деле, по итогу Поэтому это крайне опасное положение Быть самым крутым на районе То есть сам он абсолютно нехорошо Или самым крутым нехорошо Мы самые крутые Ну, единственное, что следует надежно Что мы теперь, по-моему, уже разумные То есть если все древние твари эволюционировали Как-то самоходно И так вот Куда поднесет эволюция То теперь мы теоретически, по крайней мере Можем к себя куда-то направить Но куда мы себя направим Это уже, как бы, не очевидно Тем более, что придумать-то мы что-то можем А как это реализовать масштабов Своего человечества единого, да? Как вида Никто вообще-то не знает Ну, по-любому надо это делать Потому что Свою средовое питание мы из ничего жили Ее, по сути, нет уже Но живем уже не там, где должны Ну, здесь, да? Архангельские приматы жить не должны, поверьте Ну, там, тем не менее В нашей периоде стоят Так что Ну, и тоже должны меняться Вот вот эти новые условия Скорость нашей эволюции меньше Чем скорость изменивания условий нами же То есть мы меняем условия быстрее, чем можем потенциально измениться Ну, длина поколения у нас только растет, там, 25 лет, да, а то и больше уже Ну, вот, поэтому Непонятно, куда у нас это конец слова Ну, как я уже сказал Мы все-таки люди разумные Так что, по качеству я решу вырубляем Вот, это ваше всего Соответственно, вырубливайте Вы же разумные Спасибо за внимание Есть такой вопрос Почему у животных, у людей, есть тяга Сдавать какие-то пути с помощью предметов И сколько вы их долго тогда Впервые человек начал пользоваться Длиннейшие музыкальные инструменты Это сорок тысяч лет назад Самые древние, достоверные Это жуточка, эстерик толст То есть это самый-самый первый запец, по сути дела Может быть, было и раньше Но раньше у нас нету никаких достоверных вещей И поскольку в это же время появляется и музыкальная живопись, да, и всякая там резьба по кости, и что угодно Видимо, это все один и тот же комплекс То есть когда мы стали настолько разумные, что смогли имитировать что-то несуществующее Ну либо звуки природы, да, либо еще лучше то, что в природе не бывает То есть главная цель вот этого всего творчества Изобразить то, чего нет на самом деле То есть в природе оно так, а мы сделаем так, как не бывает никогда В руки флейте не существует в природе Вот, и в этом как бы фишка А вы посмотрите, где прирост населения самый большой В Африке самый большой, в Индонезии какой-нибудь Они тоже как в пляпу уже подгораются Вот Индия сейчас промерят, перешогнула Но в чем-то обводятся-то как бы и не брахманы, как можно догадаться Вот, так что, ну в целом, как бы в идеале, да, вы правы, большой доход должен как бы А на практике что-то не прав А мужика-то себе, конечно-то, получится от вам вега богатого, да, и мужик готов на богатые девушки зениться тоже как бы сейчас удовольны Ну а только будет ли у них потом куча детишек Для аборта это важно Но зато есть достоверные исследования, которые говорят о том, что чем образованнее общество, тем меньше меньше То есть связь количества детей с уровнем образования, она тесно прослеживается практически на всех континентах с нашей планеты Ну что, ребят, я вернулась, значит, с культурных мероприятий О концерт вообще интересно, так все организовали, все классно, оказывается, узнала, что многие артисты драмтеатра поют И даже сам директор, я вообще этого не знала, простите, это круто Спасибо, спасибо, было приятно побывать, посмотреть И такая еще, знаете, поддержка, хотел сказать, из зала вот этой всей толпы То есть там кого-то объявляют, люди так орут Я там в какой-то момент чуть не оглохла Люди поддерживают своих артистов, это здорово вообще По лекции антрополога, конечно, я поняла, что очень туповато Для всего этого очень понравилось, очень быстро рассказывают, то есть такой стиль у человека повествования Быстро, интересно, шуточками Сколько там, почти час или двух сцен на ногах у драмтеатра Я пришла и стояла еще там в помещении Потому что, видимо, был сделан очень хороший пиар, как минимум в Архангельске И пришло настолько много людей, что организаторы этого не ожидали На мой взгляд, это странно Если к нам приезжает такой популярный человек Мне кажется, нужно сразу всегда снимать актовый зал Все пришли вообще и стулья еще брали Все было заставлено Поэтому нам, как журналистам, как корреспондентам-фотографам В этом плане, конечно, было неудобно Потому что Анька, она стояла там у сцены, за сценой Только в конце с другого ракурса пофоткала Я просто стояла тоже вообще с одной точки фотографировала Какая-то женщина возмучилась, что я щелкаю, видите, слишком много Ну, извините, это моя работа Опять же, спасибо, что у нас всякие такие мероприятия проходят Если бы я разбиралась в антропологии Была бы в этой сфере, как-то что-то понимала Может, я могла бы оценить происходящее Но вот оцениваю так, как обыватель, что я Классное воскресенье, классное выходное И вообще лайк А еще, если про себя, то я вот, соответственно, попробовала снимать на стабилизатор И одновременно еще фотографировала И когда я стояла на концерте, меня в какой-то момент Какие-то девочки даже чуть-чуть вперед пропустили Так что я оказалась там где-то на втором, чуть ли не на первом ряду Не знаю, почему они решили это сделать Но все равно очень приятно к человеку, который Относит себя к медийным личностям И что-то снимает, какой умеет контент делает Всем привет! Сегодня работала до пяти часов И иду к дам театру на три шкафа Считаю, что кто нормально поработал, тот может нормально отдохнуть Вот куда мы сегодня идем Ребятки, я уже в театре, в ожидании спектакля И зацените, что купила Последний эксклюзив, как оказалось Я эту книгу заметила еще когда был Помоносов съезд А потом ее разыгрывали в воскресенье А сейчас я такая подхожу, думаю Ну мама у меня любит всякие эксклюзивные вещи Но я в принципе тоже подхожу Спрашиваю, есть книга? А она последняя? Прикиньте, какие качественные эти цветные иллюстрации И в наше время такие книжки дорогие Так что заполучил этот стрелецчик Повести в этом зале со мной Это о чем говорите? Это говорит о том, что у вас прекрасный вкус Спектакль я, конечно же, не снимала Но вы легко можете найти его видеоверсию в интернете Если забьете Евгений Гришковец прощание с бумагой И можете на его ресурсах посмотреть полную версию АПЛОДИСМЕНТЫ У меня большая просьба Она легко-легко выходит Если вам сегодня спектакль понравился Чтобы заполнить этот вечер Просто если у вас есть бумажный жилет на этот спектакль Не выбрасывайте АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ребят, только что пришла с концерта С спектакля Евгения Гришковца Прощание с бумагой Все очень понравилось Такое, знаете, если по-современному как-то назвать Какой-то камерный стендап Ностальгия Философские размышления о жизни В общем, все, как я люблю Гришковец очень-очень приятный актер Его даже сказала уютный У него такие очень милые шутки Начали он там вышел Начал рассказывать, что Почему он просит отключить там телефоны И все такое И в итоге все равно, конечно, кот что-то там звенело И он над этим тоже шутил А потом кто-то вообще почему-то вышел Из первого ряда и потом вернулся И он над этим тоже шутил Еще цитаты вставлял Про свой другой спектакль Как я села с собаку В общем, сходила, так сказать Второй день Полечила свою душу Культурным мероприятием Очень довольна, рада Есть над чем подумать Вот люблю такое, знаете, философское послевкусие Что-то в тебя, знаете, западает Какая-то мысль, как зерно некое Ну, возможно, оно прорастет Возможно, нет Все зависит, да Будешь ты его как-то поливать, как водой Какими-то, не знаю, дополнительными мыслями, информацией И так далее, или нет Такая мне сейчас пришла мысль в голову Так, я не знаю, почему я не записала здесь вступление Поэтому, что здесь происходит Идет уже не первый день фестиваля уличных театров Но я пришла первый раз И попала сразу же на оркестр волынщиков Москвы На наших шоу можно все делать абсолютно Кроме насилия и мордобоя Самый главный месседж или посыл заключается в том, что мне меньше всего бы хотелось, чтобы вы ушли отсюда с таким чувством Что мы хотели зажечь, потанцевать, полностью включиться в шоу Но не сделали этого Почему? Потому что постеснялись Вы являетесь частью нашего шоу Делайте вместе с нами то же самое, что и мы Если хотите танцевать, танцуйте Если хотите прыгать, прыгайте Но так или иначе, мы должны успеть сделать это все И передать друг другу эту энергию Поехали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы единственный коллектив на планете Земля Который играет музыку разных регионов На шотландских волнынках Не только, собственно, шотландскую В своих оригинальных переработках И мы изобрели свой такой Russian Piping стиль Он называется И сейчас будем играть музыку, которую вам в Шотландии никогда не сыграют Композиция называется «Древний русский сет» Это компиляция русского фольклора разных областей России И переложим на шотландские волоки Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый, добрый, добрый день, дамы и господа! Приветствуем вас на этом прекрасном побережье! Сегодня в рамках 29-го фестиваля уличных театров в Архангельске Мы подводим итоги про-программы, инициированные Российским Союзом уличных театров и артистов Меня зовут Валерий Александрин В ходе про-программы в течение всего фестиваля шли мастерские, актерские, режиссерские, художественные, продюсерские Сегодня мы показываем перформанс, который фиксирует результат того процесса, который шел в рамках этого обучения Эксперты, кураторы направлений передавали свои тайные знания И сегодня мы облекли форму перформанса Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы благодарим вас за ваше внимание ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Я только что приехала из такси по поводу концерта. Димочки, такая музыка, аж влюбиться захотелось. Просто вот это мурлыканье, это прям то, что нужно в 10 вечера, в полуночи. Такая романтика. И смотрите, урвала моё любимое трек-лист с корнем, с корнем отцепила. Люди стали расходить, смотрю, в конце какие-то девочки стоят, кто-то сидит, не знаю, может, автографа ждали. Листы, естественно, прикреплены, ну, лежат на сцене. Я подумала, блин, ну просто же воровать некрасиво. Короче, идёт парень, просто берёт и забирает трек-лист, который лежал у исполнителя. Девочки такие, а мы вот тут стояли и ждали, что там очередь. А я такая думаю, так, раз пошла такая пьянка, надо забрать, пока ещё кто-нибудь из коммунизма. Группу до этого не знала, до фестиваля, поэтому решила, пусть, если автографы будут, забирают действительно там их фанаты, поклонники. Там реально люди песни знали, прям подпевали. А я решила, что у меня вот будет повод ознакомиться с творчеством получше. Песни очень реально романтичные, очень красиво, про любовь, что-то там романтичные, про сны. Короче, ребята, вечер у меня удался, просто огонь, вообще весь день классный. Ну что, ребята, всем привет. Планирую сейчас ехать к двум часам в гостиные дворы. Там будет одно из выступлений в рамках уличных театров. Сегодня, кстати, закрытие уличных театров, я надеюсь туда попасть. А так дальше по возможности. Белый июнь, скорее всего. Белый июнь, скорее всего. Белый июнь, скорее всего. Белый июнь, скорее всего. Продолжение следует... 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 Сашинка, ну что, вы знаете, Ольга, это салют. Люди празднуют, понимаешь, они работают, потом празднуют. Это как голосование времени, все по-корреси. Вы голосовываем, по-работаем, по-разному, потом салют, потом салют, потом салют, потом салют. На время называется громкость, виталий, и длинантальное время. Сашинка, ну такой умный, я так счастлив, безблизительно не кукли, но и для хороших, и нам не мешает. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Девушки отдыхают Ночью на звезды смотрели Я не знаю Может он когда Кричит У него легче Да Ты сказал, что едешь на три дня уже А вторая неделя пошла Солнце, привет Ну я же делом занят Ты же знаешь Скупку этого барахла ты делом называешь Ну перестань Мы же с тобой не раз уже говорили об этом Я хочу, чтобы у вас все было У меня мужа нет, у сына отца А вот что для тебя важно в этой жизни Мы поняли Сегодня был довольно спокойный день Фестиваля Белый июнь Потому что я просто сидела и смотрела фильмы Почти три часа Сначала саунд-лабораторию слушай север А потом короткометражки Что хочу сказать по саунд-лаборатории Часть фильмов я уже видела Непосредственно на самом фестивале Арти Коупон Когда он был в декабре Часть не видела Потому что как бы в этой саунд-лаборатории В чем смысл Собираются операторы и композиторы И снимают И окружающую действительность Создают такую короткометражку Если уж совсем простыми словами сказать Поэтому я видела только ту часть Где снимали в Архангельске Делали эти фильмы А те, которые в Сыктывкаре Не видела Мне показалось, что фильмы из Сыктывкара Динамичнее будут Больше там сюжета А дальше шли четыре короткометражки Одну я тоже из них видела А Так, короткометражка называется А Она мне как тогда показалась сильной И так и сейчас Очень понравилась короткометражка с собой Я сегодня чуть не сплакнула Мне понравилось, как выстроили список Вот этих короткометражек Да, последняя она такая Более позитивная Там такие моменты, где можно прихихикнуть Но все равно сегодня был опять Философский день Поразмышлять Что для тебя в жизни важнее Что для тебя значат те или иные вещи Ну что, ребят Мы на том же месте Я на Белом июне Сегодня снова идем смотреть кино А дальше у нас Арктикоупен представляет Подборку игровых и документальных Короткометражных фильмов Из фестивальной программы 2022 года Давай разведемся Я просто больше не вижу Другого выхода Ну ты же тоже думала об этом А? Прости, что сказала? Ты издеваешься? Нет, там мальчик Вон Один у воды Тебе показалось Да нет, вот и стоит Ну На мне мой рот закончится У нас пока нет детей Да потому что головой на мир смотрите А душа она все видит Все знает Все помнит Все раны Боли, страхи И не хочет она этой боли Не дает телу быть здоровым Ты его силком А она упирается Все потому что род свои не помните Прадеды, крабабки Как жили О чем горевали Кого любили Всех, конечно, волнует Наши человеческие отношения И я надеюсь, что Они попали в вас Как в зрителя Вызвали некую эмоцию Хорошую, плохую Не важно Главное, чтобы У нас эти фильмы Нашли открыт Это, наверное, главная задача Любого режиссера Короче Муж ее бросил А любовник в Москву уехал Так она моей сестре Все уши прожужжала С этим большим секретом Блин, этот большой секрет Весь остров знает Я еще и с сестрой поссорилась Она приходит И заставляет убираться Я ей говорю Я не буду Она истерить начала на меня Что я ее не слушаюсь Я психанула И говорю Ты мне не мать Чтобы на меня орать А еще У нее такой случай На смене был Она кофе разносила Да к ней мужик Пристала Говорит Хорошая моя Милая Давай потусим А она ему кипятком Токнись Мозг вынес Хорошо, хорошо Немного тише Но хорошо Может, если бы я Плотнее тебя прижал То поддержка была бы устойчивее Может быть Ну, хочешь, давай попробуем еще раз Давай Я наконец-то вернулась В полодинство уже Столько времени фильмы смотрели До десяти вечера Сначала о бытовом Если до этого у нас были Дни минус ноги То сегодня и вчера У меня дни минус попа Потому что сидеть на деревянных скамеечках Это вообще явно не мое Сегодня был вечер короткометражек Было фестивальное кино от Артикопа И цикл короткометражных фильмов Которые представил Союз кинематографистов Арханской области Если я правильно понимаю И школа кино Инфилм У меня, в общем, передоз Короткометражками В хорошем смысле этого слова Тут опять у нас, значит, фильмы С открытыми концовками Над всеми Из которых нужно подумать От Артикопа Конечно, опять какие-то короткометражки Я видела И была пара короткометражек На которые я не попала Очень рада, что я их увидела сейчас И те короткометражки Которые я не видела Это были Май Виар И Соседка Вообще классные Обе Очень разные И очень классные Я сейчас, честно говоря Не в силах делать Какой-то глубокий анализ Всего просмотренного Поэтому просто хочу Опять же выразить Огромное спасибо Арктикопу Его, значит, организаторам В школе киноинфилм И Союзу кинематографистов Архангельской области И, конечно, Белому июню За то, что все это Вместе как-то Скомпилировалось Закрутилось У нас, у зрителей У обычных есть такой шанс Посмотреть такое интересное кино Плюс там были фильмы Которые сняты Именно в Архангельской области Короткометражки Или сняты Режиссерами Из Архангельской области И вот я думаю Что вряд ли бы Я на такое наткнулась Да Просто где-то В интернете Не знаю В ютубе Хотя, может быть Если целенаправленно копать То, может быть, можно найти Не знаю Но в любом случае Спасибо, что можно просто Вот взять так Прийти на улице Посидеть И посмотреть Интересные картины Под открытым небом Пятница Вечер Устала Отправляюсь На концерт В рамках Фестиваля Новой культуры Белые июни На Эллина Макомпоя Про эту исполнительницу Я слышала Я видела какие-то треки Но, честно говоря, Тоже не слушала Так что буду знакомиться И познакомлю вас Пожалуй, мы начнем Первый приз Который Преститут Называется Свободная Академия Редактор субтитров Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот здесь назначатся и у спасателей, всякие киберштучки. Вот там шикер и вот здесь еще, наверное, я пофоткаю сейчас. Я уже фоткала, но не помешает сделать это второй раз. Раз, два, эй, 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 добрый вечер, добрый день, слышно? Ребята, сегодня здесь реально много творчества. Я думала на сегодняшний день, что там по-прежнему будут книги, но нет, теперь очень-очень много творчества. Люди что-то делают своими руками. Очень много народу. Я не знаю, может, у меня уже за пятеро обоих недель стерлась память. Мне кажется, сегодня людей еще больше, чем в прошлую субботу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, все присутствующие взрываются аплодисментами. Я приглашаю дизайнера Екатерина Группио с громкой вакцией. У нас сегодня и завтра в рамках программы «Белый винегра» проходит сразу несколько встреч с прекрасными людьми, профессионалами, знаменитостями, не побоюсь этого слова. Я хочу пригласить на эту сцену Татьяну Шитову. Скорее всего, да. Может быть, вы не знаете Татьяну внешне, но вы точно знаете ее очаровательный голос. Голос, который она подарила множеству голливудских известных актрис. А самое главное, она подарила голос, возможно, вашей любимой станции Алисе. Давайте попланируем Татьяне. Татьяна Шитова в Архангельский фестиваль «Белый июль». Всем привет! Слышно, да? Слушайте, здесь так тепло, солнечно. Мне уже нравится, тем более, что я с вами всегда близко. Всего лишь полтора часа лета. Поэтому давайте встречаться чаще. Я беру свою шпаргалку, я прям старался, готовился. Я в душе журналист. Столько голливудских актрис. Стоп, я тебя сразу прерву. Потому что когда говорят «столько голливудских актрис», это вот ни о чем, калейдоскоп ни о чем. У меня такая есть, скажем, визитная карточка. Я попробую представить некоторые свои образы, голоса, спародировать свой же голос, да, в разных работах. Эй, бро, это я, черная вдова из Мстителей. Я всегда готова помочь, но, к сожалению, меня в последней серии слили. А это я, Харли Буин. Ну, что ты так смотришь? Я, пожалуй, джонкеру, он свернет тебе шею. Так, стоп, Кэмерон Диас, плохая училка. Сегодня все перестаем двойки. Ты, Сережа, по двойному тарифу. Тор, Тор, милый Тор, это я, твоя Джейн, я здесь. Как жаль, что ты теперь в Казахстане. Мы уже руль построим. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже находясь на заднем сидении автомобиля. Вот что я могу поставить твой любимый плейлист, поставить будильник на 5 утра. Давай сыграем города. Архангельск! Сейчас молодой человек, потом к девушке приду. Здравствуйте! Привет! Приятно у вас в наш чудный город. Спасибо, мне здесь нравится. Подскажите, пожалуйста, с чего начать озвучивать фильмы? Начать нужно с мастерства артиста, потому что как называется профессия? Актер дубляжа. Первое слово какое? Актер. Обязательно нужно заканчивать, ну, по большому счету, актерский институт. Окей, если нет на это времени, как мне порой говорят, не хочется терять время, хорошо, актерские курсы какие-то. Потому что это твой багаж, ты должен его иметь. Ты не сможешь озвучивать 125 человек одной краской радости, что она у тебя такая. Они все должны быть разными. Поэтому первое – это все-таки актерское мастерство. Далее – это, конечно, сценическая речь, но это очень наживное. Если у тебя не получится с первого дубля – не страшно. Ты сделаешь столько, сколько нужно, все потерпят. Постоянно. Ну и все. А дальше просто опыты стучаться, стучаться, разослать свои дымки на студии звукозаписи. Я рассказала весь секрет, все ингредиенты. Знаешь, я поиграла там у Дорониной в Бамхате. И подумала, ну все, классику я знаю. Это очень такой прям проклассический был театр. Островский у меня все, Аксюша, Лес бегала топиться. Все замечательно. Я поиграла и подумала, ну, это я освоила. Надо идти дальше. И там через год или два я ушла в другой театр. Камерный театр Екатерины Ильиничной Яландской. Который вот такой камерный, маленький. И там все зрители вот так, вокруг сидят. Там нет вот этой четвертой стены. Мне понравилось там участвовать. Очень тоже такие были установки левой рукой за правое ухо, что называется. Мне нравилось, ну, вот эту дверь для себя приоткрыть. Потом я поработала, поработала и подумала, ну что, я буду всю жизнь в одном театре сидеть? Нет, конечно. Ушла в антрепризные проекты. Вот антрепризные проекты, они как раз любят гастролировать. Ты там встречаешься с новыми людьми в самом проекте. Ты работаешь с разными режиссерами, с разными актерами. Ну, напитываешься очень хорошо. Другой момент, у меня другой был приоритет в жизни. Вот я случайно, как бы случайно попала в озвучку, ну, меня пригласили, я пришла, попробовала озвучку. И подумала, что все, это вообще не мое, не моя история. И вот так, как бывает, как складывается. И вот на какой-то, на долгий такой длительный период жизни у меня в приоритете стала озвучка. И более того, именно, скажем так, Алиса, да, придала некой какой-то популярности и узнаваемости. Голос, а у меня голос в театре всегда пропадал, я его теряла, это мое самое слабое звено. Вот такие продукты бывают в жизни. Сегодня какой-то волшебный день, на который, конечно, собиралась с настроением, нех-нех, надо поработать. А в итоге съездила в IT-парк, наснимала там кучу фоток. Потом там был бесплатный трансфер, все-таки я его дождалась и нашла. Уехала уже в Петровский парк. Там я ждала паблик-ток с Татьяной Шитовой, с актрисой Дубляжа, которую сейчас на меня слышали все, потому что она озвучивает Алису. Задала свой завершающий вопрос. Сначала она отвечала на вопросы модератора, и в какой-то момент Татьяна сказала, что не в этом счастье актера. И я зацепилась за это и такая, а в чем счастье актера? И вот на этой философской ноте красиво завершился паблик-ток. В общем, мне очень понравилось. Я думала, что люди будут, ну, как-то так, меньше вопросов задавать или что-то это, но люди так включились. Это очень здорово. Я думаю, что это еще из-за мастерства самой Татьяны. Она очень-очень эмоциональная, очень такая вся драйвовая. Она еще автографы раздавала. Я думаю, блин, нет у меня никакого листочка. Думаю, ну, ладно. Я уже к этому, опять же, подхожу. С философской мысли, что сет-листы с концертов, это, конечно, хорошо, но лучше впечатление, лучше эмоции, то, что ты запомнила все-таки. И я ей говорю, я поняла, зачем я получила философское образование, чтобы задавать такие вопросы в конце. Она к этому удивилась, порадовалась очень. Короче, сфоткались, обнялись. Я сказала, спасибо большое, что такая открытая, просто супер день. Я прям что-то зарядилась на оставшийся вечер. Ребятки, доброго денечка, утречка, чего-нибудь еще. Не успела записать видео в общежитии, потому что уже подопаздываю. Сейчас хочу сходить на лекцию в два часа и потом дальше по своему расписанию. Это я все про белые июни. Иллюстрирую свои сценарии, то есть свой конец. Делаю это как по собственной инициативе и за деньги делаю. Это моя профессия уже, сколько, уже, наверное, больше десяти лет, лет тринадцать. Как я стал фрилансером и стал зарабатывать именно тем, что рисую, пишу за деньги. Тема сегодняшняя тема у нас, вот как продуктивно не выгорать. Я затрону много тем, на самом деле, постараюсь. Самое сложное мы вот обсуждали с Юлей Журавлевой, потрясающий художник, но он тоже как сценарист получается. И мы с ней обсуждали, что, наверное, самое сложное это заставить себя пойти и сесть за компьютер писать текст. Вот, это самое сложное. Прорвало трубу, затопило весь двор. Тут говорят, хорошо. Второй говорит, ну какой-то апокалипсис получается. Апокалипсис районного масштаба. Все, тема ерундовая, но это делают на первую полосу. Большими красными буквами пишут апокалипсис районного масштаба. Все, номер готов. Вот это такой мозговой штурм, когда несколько человек работают. Там работают сценаристы тех же Симпсонов, допустим. Видели в «Тиграх» там 3-4 фамилии. Но зачастую вам приходится работать одному. А когда ты работаешь один, тебе приходится работать только со своими ассоциациями. Когда я заканчиваю какой-то проект, я всегда говорю, мне надо отдохнуть. Лучше, конечно, дождаться такого момента, что, знаете, как Ларик или Хасик их неделю перед долгой дорогой не выпускают, не разрешают бегать. А потом просто, ну все, это воскресенье, нам пора ехать. Их допускают, у них где-то кусок летит. Лучше дождаться такого же эффекта, конечно, от работы, что-то, ну, это чисто фрилансово касается. Кто в офисе работает, там, наверное, у тебя есть свободная успешность? Ну, не наслаждайся. Творчество. Когда тебе за него еще и не платят. Вот. Получается только в свободное время. Это получается, что ты работаешь, рисуешь, перестаешь рисовать, а начинаешь рисовать для себя. Это твой авторский проект. И сложно заниматься авторскими проектами, когда тебе за них не хватит. Поэтому вот здорово было, допустим, то, что у меня была идея нарисовать русские народные сказки. И бабы мне платили зарплату в то время. Я на оплате такой сидел. Это сработало, допустим. А сейчас я снова в нюансах. И авторские мои идеи уже не так весело идут. В общем, чисто на собственном энтузиазме. Но я тоже выгораю, тоже хочется деньги зарабатывать, и хочется как-то отдохнуть иногда. И поэтому иногда в благостроя превращаются такие правила. Это принцип развития. Видеть собственные ошибки. Это очень хорошая черта. Вы сделали работу, вы видите эти ошибки. Но лучше не допускать эти ошибки в следующих работах. А эту попробовать отпустить. Естественно, можно или даже нужно посмотреть это свежему взгляду или в редактору. Они иногда хорошие советы дают. Тебя сначала посмело. Что это за правки в мою историю? А потом переписываешь и на самом деле лучше становится. Вот. Надо уметь отпускать. С одной стороны, у нас есть Рубель, который рисовал и закидывал куда-то за шкаф свои работы, а потом его жена через 10 лет находила, допустим. Который вообще наплевательски относился к собственной работе. А с другой стороны, есть пример одной немецкой тетеньки, художницы, не помню, как ее зовут. Она прожила до 90 лет. И вот до 90 лет она рисовала в 50 лет один портрет. Там мальчик, который выздоровел и смотрит на одувальчики на подоконнике. 50 лет мазки добавляла. Надо уметь отпустить, заниматься следующим, но видеть свои ошибки. Вот. Предыдущие. Я тоже не сильно люблю свои работы. Особенно там в 10-летней давности. Мне кажется, господи, как это можно было все сделать? Одна задача царает, но вообще, где у нее есть дети? Хуже нет. Да. Я тоже работал в газетах, в журналах глянцевых, дизайнером, перстальщиком, иллюстратором. Делал полиграфию, дизайнер полиграфии. И тоже приходишь и не знаешь, что ты сегодня будешь делать, что тебе навалит. Да, хуже нет. Здесь, наверное, нет какого-то плана. Какой здесь может быть план, если тебе надо просто сосредоточиться и набрать клише, набрать много каких-то вариантов решения этих задач, чтобы быстрее решать. Я думаю, если вы не первый год работаете, то уже все есть. У каждого, будь то журналист, художник, есть куча таких папочек, знаете, куда вы залазите. И используете их постепенно. Вот. А так, хуже нет, это ужасно выматывает, я знаю, когда нет конкретной задачи. И когда не ты прописываешь себе задачи. Как я, допустим. Сегодня я пишу. Я понимаю, как это избаловано. Слушается. Здесь нет рецепта. Пишать из офиса. Как вариант. И работать из дома, как фрилансер. Фрилансер – это круто. Да, ты можешь работать издалека. Интернет – это чудо, чудо. Благодаря ему мы можем работать откуда угодно. Ну что, на лекцию, как быть продуктивным и не перегорать, я успела с ходилом. Что вам сказать. Сколько я работаю в сфере, да, медиа, информации и, в принципе, интересуюсь подобным вопросом, я, в принципе, все подобные вещи уже услышала, видела. Что надо, там, отдыхать, высыпаться. Как нужно перераспределять, там, да, свою работу. Как вы считаете нужным. Что для вас удобнее. Но это все больше для фрилансеров. А скоро бедным, несчастным офисникам делать. Вот в чем вопрос. В принципе, пообщались с интересным лектором. Я просто комиксом не интересуюсь, поэтому, к сожалению, не знала его. Приятный день продолжается. Заключительный день, фестиваль «Белый июнь». В рамках программы «Игра» мы приготовили для вас замечательную встречу, возможность увидеть классных профессионалов, прекрасных людей. Прямиком из Москвы и Петербурга. Актеры вашего любимого сериала «Король и шут». Давайте поаплодируем Эйм Константин Ботников и Влад Короплев. Раз, раз. Привет, ребят. Привет. Спасибо. Вопрос отчасти банальный, но такой. Груз славы не давит после вот такой информационной бомбы. Но сериал прям помпанул. То, что давит какой-то груз, конечно, нельзя сказать. Потому что сам процесс съемочный «Короля и шута» и сериала, и вообще вся вот эта вот творческая составляющая процесса была настолько крутой, и было настолько все это интересно внутри, что теперь, ну, очень странно говорить о каких-то… о том, что что-то после этого давит. Нет, это было просто прям, ну, великолепно все, сам процесс был классный. Да, ничего не давит. Если говорить про себя, я точно понял, что я повзрослел как бы после этого проекта и съемок. Ну, это внутренние какие-то вещи. Влад сильно повзрослел, правда, очень. Он на моих глазах становился из мальчика, он становился мужчиной, и, ну, это было круто. Ребят, какую бы суперспособность себе бы вы хотели и как бы ей распорядились? Я же всегда хотел невидимость. Ну, с детства я хотел невидимость. Это же крут, ты невидимый. У тебя никто не видит, получается. И ты такой, хоп, а потом видимый. Ну, спустя, чтобы я мог это контролировать, конечно. Я бы хотел какой-нибудь, типа, телепортации что-то. Вот сидишь здесь, бац, чтобы времени терять. Ой, нет, я хотел… Переобулся. Ой, нет, я хотел всегда саму со временем, вот. Ты посказал… Да, да, типа, телепорт. Нет. Ну, а я телепорт, чтобы не тратить время на передвижение там. О, а я бы остановил время и передвинулся просто своим ходом. Хотя, с другой стороны, это и есть жизнь, когда ты куда-то движешься, а так бы ты всегда не двигался. И началось все равно. Я бы останавливал время. Когда я ходил, мы покупали в Castle Rock, и типа, обувь, по-моему, тоже. Ну, какие-то вещи. И они были очень качественные. И поэтому мне прям запомнилось, что в Байопике вот эти костюмы, они действительно были прям крутые. И они хорошего качества, да. Наверное, если отвечать прямо на твой вопрос, то, скорее всего, в Байопике мне больше костюмов появилось. Он, он правда назвал сейчас «королью шут Байопиком». Все слышали? Я про часть. Хочется как-то вперед идти, чтобы не только вот в этом, как будто бы вот атмосфера типа, горшок и гнязь. Но мы же все-таки актеры и хочется что-то делать дальше. И вот Костя правильно рассказал, и есть предложения какие-то пишут. а вы можете переодеться в образе вот этого, записать что-то, ну нет, это странно. Да, это сильно обесценивает, короче говоря, то, что это сделано тогда серьезно. И получается, что мы сейчас начнем на эту тему много-много шутить, и в какой-то момент это, во-первых, приобретет уже, мы сами разучимся, и это все будет прикольно просто, и все. Вот там тоже люди. Так, Ребзи. Я уже ушла от того места, где актеры сериала продешут. Отвечали на вопросы и давали автографы. Дождь. Я уже мокрая. Я иду на Красную пристань. Слушать музычку. На автографы не осталось очень много человек, большая очередь стоит. Ну, интересно, так поотвечая на вопросы, мне кажется, весь смысл был в ответе на... Вот самое главное, чтобы меня не признало, мол, и побежала я. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 А тут же мульты. Я не пойму, но для чего не это боль. Я снова слющен, приходи ко мне домой. Смерти нет, закрой глаза. Смерти нет, закрой глаза. Сmerти нет, закрой глаза. Следующую песню никто из вас никогда не слышал, не знаю даже, как она называется. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стала стоять в толпе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok